В каком красивом месте мы с Маркой на солнышке. Греемся на солнышке и сейчас перед нами предстоит длинный классный и очень быстрый спуск. Готовимся. Идем папу и принцессу и будем спускаться на всех скоростях. Да, Марка? Как это? Иди сюда! Пошли! Давай, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Ты очень хорошо! Есть еще одна из исчеза? Да, Франци! Пойдем! Пойдем! Папа Руна Рива! Браво! Браво! Супер браво! Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую вас на нашем уроке, на котором я предлагаю вам нарисовать тени на снегу. Передо мной находится фотография распечатанная. Я сделала ее, когда мы ездили в Альпы, в Конье. И вот теперь сейчас я решила ее нарисовать. Также передо мной есть набросок. Такой быстрый скетч, который я сделала с этими карандашами. Буквально набросала позицию, где находится тень, где находится кусочек леса, где находится свет, где находятся основные стволы вертикальные сосен, а также направление тени. И через эту композицию мы будем сейчас строить нашу акварель на формате 50 на 70, на большом формате. Бумажка Бао Хонг, 100% лопок, 300 грамм, среднее зерно, смоченное с двух сторон. И наклеенная на пластик бумага без наклеенной водой, не клеим, обычной водой. С обратной стороны смоченная, с лицевой, пока я тут готовила краски, и скетч просохла и стала сухой. Небольшой наклон планшета, вот примерно такой кубик, 10 сантиметров. Поэтому сейчас наша бумажка под наклоном, чтобы была пора. Краски сегодня Transparent Yellow. Это Winsor Newton. Это у нас Mars Black. Марс, черный. Grey. Ауэн Грей. В родном Швинке, 935. Cobalt. Cobalt to Kiaro. Светлый Cobalt. Chirulio. Winsor Newton. И Violet Shadows. White Nights. Плюс к тому, у нас есть сегодня Бернс и Яна Швинке. И все эти цвета находятся сейчас на моей тарелке. Отдельно выдавленные. Для того, чтобы у меня была нормальная смесь, которую я могу получить, замешав все эти оттенки. Фиолетовый, серый, кобальт, цирулий, желтый Transparent и черный Mars. И я замешиваю на своей тарелке смесь этих цветов цирулий. Хороший цирулий, который Winsor очень классный, гранулирующийся. Нам пригодится сегодня красивый оттенок тени для этого, чтобы распалась красивая тень, разложилась на много оттенков. Мы замешиваем на цирулии, потому что он гранулируется. Также кобальт гранулируется, поэтому мы его берем в нашу смесь и в таком количестве приятном замешиваем. Чтобы наша тень не была плоской и не была просто обычной голубой. Поскольку наши прекрасные импрессионисты открыли 200 лет назад, что тени бывают цветные. И мы тем самым берем, замешиваем нашу цвет, нашу тень, разные оттенки. Фиолетовый, кобальт, шедус. Он не кобальт, а валит шедус. Замешиваем туда жженую сиену. Будет уже интересный сложный оттенок. Немножко туда этого серого, капельку буквально. Желтый, чуть-чуть, чтобы не было у нас так плоско. Фиолетовый, я его тоже хочу, чтобы оттенки варьировались. От голубого в фиолетовый. То есть наши оттенки тени будут варьироваться. То в холод, то в тепло. То в фиолетовое, то теплее в желтый. Поэтому замесы мы с вами сделали. Бумажка такая просохшая у нас. Я хочу ее подсмочить, чтобы наши тени, когда мы будем их рисовать, я буду рисовать без эскиза, без рисунка карандашом, сразу кистями. Я смачиваю лист, потому что мне необходимы влажные основания для рисования тени. Если вы оставите сухую бумагу, то ваши тени будут жесткие. В принципе, это неплохо, когда есть солнечный свет. Они нормально смотрятся на жестком варианте тени, когда есть яркий солнечный свет. Но мне хочется сделать их мягкими. Будем импровизировать. Мой метод называется акварельная импровизация. И он основан на знании законов композиции и цветоведения. К тому же на базе скетчинга и изучения натуры. Этим мы занимаемся уже 5 лет в моей школе акварельная импровизация. Куда я вас тоже приглашаю. Итак, дорогие коллеги, мы смочили наш лист. Кое-где я оставила сухие места. Немножко оставила сухо. Особенно углы там, где у нас должно быть влажно и неконтрастно. Я смочила. Тем самым углы у нас будут такие влажные. И давайте начинать делать тени. Нам понадобятся разные кисти. Поэтому я набираю нашу субстанцию, которую мы намешали в кисти. Разные. Широкая кисть, маленькая и еще маленькая совсем. Вот такая. Они всегда пригодятся. И мы будем использовать. И давайте смотреть на наши влажные бумаги. как пойдут развиваться тени. Я оставляю сухие места прорехи, чтобы были некие зазоры для света. Там, где не цельно, я объединяю. Это место я уже заложила как цельное. Продолжение следует. Вреденяю там, где у нас распадается на кусочки тень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усложняю тень, усиливаю к началу и делаю так, чтобы это было цельно. Развлекаемся таким способом. Немножко не хватает цируля добавляю. Смотрим, что получается. Наша смесь варьируется то в холод, то в тепло. Немножко оттенки фиолетовые получаются в ней. Оттенки желтые чуть-чуть распадаются, голубые. Наша тень имеет сложный цвет, не простой, не однородный, не скучный синий. Много составной из разных оттенков. Теплые, холодные. Теплые оттенки распадаются. И за счет того, что у нас в смеси много разных интересных материалов. Объединяем. Тень должна быть цельная по возможности и усиливаться там, где она начинается. Поэтому ближе к центру усиливаю. Наклон убираю, потому что наклон сейчас уже не нужен. Нам нужно скорее горизонтальность. И даем нормальный такой оттенок, густой, чтобы было на что положиться. Не экономим тон на тень. Потому что просядет из того, что это хлопок. Детали больше к началу, там где у нас свет. И вот такая тень спонтанная получилась. Импровизационная. Вот. Имейте ввиду, здесь такой композиционный прием, как ритм. Потому что мы делаем большой некий фрагмент. Средний, маленький, маленький, маленький и уменьшающийся. Постоянно изменяется. У нас размер пятна. Пятно изменяется и имеет ритм пятна. Оно не однородное. Оно разное. Оно имеет разную форму. Имеет разные очертания. Разные размеры. Это очень важно. И сейчас мы подтираем. Уберем лишнее. Можно прямо там, где у нас слишком сильно затекло, повытирать кистью. Подкорректировать форму тени. Там, где слишком сильно затекло или перетекло куда-то. Или перетемнили. Можно высветлить границы кистью. Немного. Также здесь такой важный композиционный прием, как доминирование пятна большого над одним над вторым. Потому что нужно выбрать, что у нас находится в большей позиции на работе. Лес либо снег. Я выбрала в этот момент снег, потому что мне было интересно порисовать его форму, его тени. Сложные оттенки. Грануляцию. То, что он так разбивается. И делает свои интересные вот эти все структуры. Мне было интересно посмотреть, что получится. Поэтому я выбрала сегодня дать больше внимания и места снегу. Если вы хотите рисовать лес, то, соответственно, как минимум две трети отдавать на лес. И вытираем сейчас тени. Видите, я не наносила никаких других элементов. Только тени. И от того, какие получились у нас тени, мы будем дальше строить лес. Потому что если бы я нарисовала дерево, а от него тень была бы не совпадающейся. Потому что может быть такое, что не совпадает. Можно пятна света повытирать не слишком сильно. Идите, да? Я просто смачиваю чистой водой и вытираю. Не трус слишком сильно. Добавляю воду и корректирую форму от того, что получилось. Сохраняйте свежесть. Не вытирайте там до упора, чтобы пропала вся эта прекрасная свежесть акварельная. Не надо там тереть до дыр. А просто аккуратно приложили чистой кисточкой. Вытерли, потом смочили, отжали. И полусухой кисточкой еще раз прошлись, вытерли. Вытираем свежесть снега, чистоту-близну. Там, где у нас затекло много лишнего. Где хочется подкорректировать форму. Вообще, дорогие коллеги, я вас всех приглашаю на мой практикум акварельной импровизации. Который состоится в апреле. И который будет посвящен композициям. Я всех вас жду. У нас будет два месяца активной работы в группе. Где мы будем изучать законы композиции. Поэтому давайте. Жду вас всех на наш практикум акварельной импровизации. Будет точно очень увлекательно, полезно и ценно. Знаете законы композиции, которые мы еще не прошли. А также вы работаете в очень классной группе. Таких акварельных импровизаторов очень сильных. Вытираем. Корректируем форму, пока она нас не устроит. Видите ритмы пятен белых. Большое, среднее, маленькое. Большое пятно. Сейчас мы его закроем светом и деревьями. Угол перекрываю. Тут немножко не нужен нам свет в углу. Убираю лишнее. Так вот. Таким быстрым мазком. И усиливаю немножко тень еще раз. И хватит. Чтобы был немножко градиент в тени. Чтобы тень была не плоская, не скучная, а интересная. Мы ее усиливаем чуть-чуть в начале. И объединяем пятно. Еще раз. Вот. Контраст цвета и тени. Сложные формы, сложный цвет. Мягкие очертания. Кое-где есть сухие фрагменты, которые дают эффект блеска на снегу. Что тоже очень классно. Сохраняйте, если получилось. И давайте рисовать деревья. Деревья мы берем. Кисть. Набираем туда черный-черный цвет. Вместе с Джоной Сиеной. Заготавливаем материал для стволов. И заготавливаем материал для наших прекрасных светлых частей. Итак, давайте нанесем цвет. Пусть он будет сразу. Желтый, который у нас получился. Можно прям большими кистями. Чтобы долго. Замешанный желтый нацирулиуме и цвете. Вот прям большими кистями можно его нанести, чтобы долго там не возить. Оставляясь за такие прорехи. Цвет нанесли. И куски такие белые и сухие пятна оставили. Так, берем кисть. Набираем туда цвет для деревьев. В одну набрали в маленькую. И в одну набрали потемнее и посветнее. Замешиваем этот сложный оттенок. Этот серый, который получился. Изначально Ауэн Грей его. Замешиваем на Джоной Сиене. В том же самом синем, который есть в снегу. Те же самые цвета. И начинаем писать зелень. Зелень. Ёлки. Ёлки контрастные. Начинаем их писать. Их зелень. Там вдалеке у нас темнее. Дальний план. Прописываем дальний план. Здесь у нас будут ёлки вертикальные. Мы их видим, помним. Но они у нас не главные. То есть они у нас такие второстепенные ёлки. Для нас сегодня важен цвет теней на снегу и их форма. Примерно здесь находится эта ветка. Главная композиционная структура. Главный герой. Мы его наносим. Еще одно дерево. Они у нас вдалеке и не имеют такого сильного значения, как тени. Поэтому мы их так и пишем. Вдалеке. Усиливаем, естественно, тон. Потому что ели, конечно, они очень контрастные. Это конья. Очень классное местечко в Вальдаоста. В Альбах. И мы туда ездим кататься на лыжах. Эти же замесы, которые мы брали в снегу, мы сейчас используем на ёлках. Можно стволы начать прорисовать. Черное и с коричневым. И с синим также. С кобальтом. Все в замесе. Также стволы имеют разные оттенки насыщенности. Вначале сверху темнее, книзу светлее. Там же, как это сделано на самом фотографии, я этому исследую. Также подрисовываем некоторые детали, чтобы было понятно, что это за дерево. И горизонтальные все. Теплые оттенки. И формируем, формируем. Мягкие стволы. По-мокрому мы сегодня пишем. Заметили. Там, где корень немножко усиливаю. Детали даю. Чуть побольше деталей. И зелень. Если, например, не хватает тона, еще больше даем. Ощущение, что бледновато. Пропадает, пропитывается бумага. Вашим вот этим цветом поддаем еще немножко насыщенности. Главное здесь тоже использовать ритм. В ритме располагаем всю эту зелень. И там дальний план немножко пропал. Я его усиливаю. Все сливается. Все объединяется. Вот так. Смотрим, что получается. И из этого сейчас будем формировать. Горизонтальные связи. Детали. Ветки. Контрастное место. Тень, которая падает. Объединяется. Связи горизонтальные, темные. Можно там брать какие-нибудь каллиграфические кисти. Давайте ими пробовать распушать кисть. Вот так вот. Видите, и в ротею немножко. Тонкие. Очень такие ненавязчивые детали. Распушаете кисть, да. И вот эти веточки. Здесь там такой склон. Его подрисуем. Мы не перерисуем картину, как она есть. Мы просто импровизируем на ее основе, да. Мы составляем свою композицию, как мы хотим. По своим законам. Без копирования фотографии. Мы лишь берем оттуда основной какой-то посыл. Такой мотив. Что это ели сосны. Что это некий свет. Что это некие стволы. Что это некая зимняя природа, да. Но мы не копируем полностью картинку фотографии. Мы этим не занимаемся. Для этого у нас есть собственные законы композиции. Для того, чтобы мы могли составлять свое. Поэтому приходите на наш практику. И мы вас обучим нашим законам композиции. Которые очень ценны в живописи. А пока что мы импровизируем. Вы видите, да. На одном расстоянии находятся стволы. Поэтому, чтобы не было однородности. И на фотографии. И вообще. Мы берем и разводим высоту. Чтобы не было на одной горизонтальной плоскости. Одинакового основания. Палочки какие-то там стволы дорисовываю. Там вдалеке. Ёлки вдалеке. Они придают глубину. Поэтому мы их используем. Некая перезатальная связка. И видите. Сейчас на разных уровнях находятся стволы. И я смотрю, чтобы они не были одинаковыми. А также по наклону можно наклонять стволы по-разному. И по прорисованности. Какие-то более проявлены. Какие-то менее. И какие-то. Буквально чуть-чуть намек. Детали. Сейчас мы добавим еще. Ели на дальний план. Чтобы у нас была более объемная композиция. Там где у нас акварель начинает впитываться и растворяться. Мы можем добавлять. Усиливать. И смотреть. И пьяно-пьяно. Я уже по-итальянски говорю. И потихонечку вы начинаете отслеживать состояние бумаги. Пока оно у вас не превратится в такое, знаете, уже практически подсохло. И тогда в этот момент вы можете работу начинать подчищать, вытирать. Давайте некие вот эти тонкие элементы. На примере я вам покажу. Когда момент истинный можно вытирать. Мы ждем этот момент. Вот когда и здесь практически просохло. И можно поиграть с тенями. Дать воде потечь. Внутрь туда затечь. Симпровизировать. Дать ей. Горизонтальный свет. Потому что там где у нас свет, вот эти потеки хороши. Они там смотрятся уместно. Поэтому мы даем потечь. Теням. В центр. Как будто бы мы наводим фокус на центр и даем потечь к центру. С этим струем, да, немножко. Тем самым формируя дополнительный фокус. Вот так. И можно повытирать, когда уже будет подсыхать. Например, вот так вот. Но сейчас рановато. Чуть попозже можно повытирать. Цвет на стволах. Цвет падающий издалека. Чистая вода растворяет краску. И повытираем еще чуть-чуть. Наклоны. Имейте в виду разные. Можно прям какой-нибудь ствол, который прям под наклоном, которого нет. Но мы его придумали. И можем где-то там проявить. Внимательно смотрите, чтобы ваши деревья хорошо сели на снег. Чтобы не было ощущения, что они висят. Тоже такой важный момент. Я тоже вот слежу всегда, чтобы деревья не висели в воздухе, а было ощущение присутствия на земле. И этим можно заняться, когда будет работа прям хорошо подсыхать. И подрисовать детали. Натираю свет. Там, где темнота, оставляем как есть. И можно еще поддать густоты для контраста. Усиливать глубину тем самым. Если немножко растворяется и тень сдает позиции, можно ее усилить. Это нормальная практика, пока у вас работа не завершена и пока у вас работа не просохла сзади и спереди. Вы можете доделывать ее, дорабатывать, пока тон, который вам нужен, не сядет. То есть в этой технике вы доделываете работу, пока лист влажный. И смотрите, если провалился тон, если пропал какой-нибудь элемент важный, вы его усиливаете. Пока вас не удовлетворит его состояние. В этой технике все растворяется, вы видите, мокрое и мало сухих элементов. Поэтому мы усиливаем тон там, где он необходим, чтобы у нас была нормальная композиция, контрастная и густая. Особенно, когда мы рисуем еловый лес. Это просто необходимо, иначе ощущение просто провала, провальных деревьев. Чтобы такого не было, нужно поддавать жару тоном, пока можно. И садим деревья на землю. Я дорисовываю, 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 пока не удовлетворюсь своей работой, своей темнотой, которая мне нужна. И особенно в углах, мне там свет не нужен, я там поддаю жару. Зная, потому что, когда работа просохнет, у меня есть запас тона нормальный. Ну, а свет мы дали в начале и сохранили его. Потому что свет в акварелье сохраняется изначально. Его, если вы не сохранили в начале, очень сложно потом обратно как-то вернуть. Сейчас дадим еще в работе пошевелиться и посмотрим, что получится в итоге. Убираем лишние, нечешайшие детали. И прочищаем немножко свет еще. Там, где у нас свет вдалеке. Прочищаем. Границы света, чтобы они были мягкие где-то, где-то твердые, где-то жесткие. Последние элементы. Ощущение мягкости, ощущение такого, знаете, воздушности, глубины, растворения. Чтобы не было у вас каждое дерево прорисовано скучно. Растворяйте много, растворяйте элементов. И повытирать, повытирать. Какую-то конкретику дать. Последние элементы. И я вас отпускаю. Там, где слишком сильно растворилось, поддаем. Как в жар в печку. Поддаем. То же самое здесь. Поддаем густоты. Там, где провалилось. Детали. Маленькие детали. Там, где элементы недосказанные, красивые получились, не трогайте. Там, где классные, получили свежие детали, тоже не мучьте. Разная высота деревьев. Чтобы не было. Еще раз поддали. Чтобы не было на одной линии. Скучно так. Какое-то дерево растворенное. Какое-то конкретное. Какое-то наклонено влево. Какое-то вправо. Какое-то изгибается. Какое-то твердое. Какое-то разделяется на два. Какое-то нет. Вот эти вот элементы. Тонкие детали. Отключение леса. Что бы было. Где там досказано. Это не досказано. Вот. Таким образом. Делаем сложность. Интересную работу. В углах там конкретных деталей особо не прорисовывайте. Больше к центру. Там где фокусный центр. Там где сухо. Это главные композиционные акценты. вытирать. И можно сказать, что готово. Свет. Главное свет сохранить. Главное его не потерять. И сделать работу свежей. Клорель очень любит свежесть. И не терпит замыливания. Вот так. Утираем. Особенно хорошо утирается под конец. Когда уже работа сядет. Да. Чтобы не было такого. Когда вы вытираете, а вода обратно собирается и закрывает вам. Я продолжаю это бедно, которое вдалеке. Вот. Тени на снегу, дорогие коллеги. Сейчас мы еще почистим чуть-чуть и все. Видите, я запускаю воду. Она течет к центру. Вот к тому фокусному объекту. Отсчет цирулиума и оттенков красиво гранулируется. Распадается на разные оттенки. Теплые, холодные. Видите? И коричневые какие-то оттенки. Фиолетовые немножко. И давайте тени быть свежей. Чтобы была разница также в размерах теней. И чтобы у меня был яркий контраст. Утираю, чтобы еще было свежее. Там, вдалеке. Все. Спасибо большое, дорогие коллеги, за ваше внимание. Жду вашей работы «Тени на снегу». А также приглашаю всех вас на наш новый практикум «Акварельная импровизация», который состоится в апреле 2024 года на тему «Композиция». Спасибо большое за ваше внимание. Желаю вам удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok